Психиатры считают, что осенне-зимний период – время для обострения неврозов, которые, кстати говоря, есть абсолютно у всех. Просто проявляются по-разному. Врачи говорят, что нет нетравмированных людей, есть те, кто не обращается к специалисту. По данным ВОЗ, заболеваемость разного рода неврозами в мире выросла почти в 20 раз за последние полвека. Только по официальным данным на тысячу человек приходится 25 невротиков. Помимо них есть шизофреники, люди с депрессией, биполярным, обсессивно-компульсивным и другими психическими расстройствами. Но неврозы одни из самых распространенных. Ими страдает почти половина всех пациентов в психиатрических отделениях. Чаще всего болеют женщины и мужчины старше 30 лет. На втором месте в иерархии психических расстройств – депрессия. Именно ее люди часто путают с так называемой осенней хандрой и думают, что само все пройдет. На самом деле, если не вылечить именно депрессию с первого раза, то, скорее всего, она вернется. Есть два варианта. Классические варианты – тоскливая депрессия, жизнь бесцельна, бессмысленна, бесполезна и так далее. Второй вариант – тревожная депрессия. Что-то должно произойти со мной или с моими близкими родственниками. Если это состояние тревоги или тоски усиливается в вечерние часы, то есть актуально для вечерних часов, то мы говорим это по мере утомляемости организма и, скорее всего, можно говорить о невротическом варианте депрессии. А вот если человек просыпается с чувством безысходности и грусти – это более серьезное расстройство, и стоит обратиться к врачу. Но вернемся к депрессии попроще – сезонной. Она бывает почти у всех. Основные симптомы – упадок настроения, утрата интереса к любимым занятиям, быстрая утомляемость, нежелание общаться, снижение самооценки. Вы постоянно хотите спать и не можете продуктивно работать. Для начала стоит попробовать справиться с депрессией самостоятельно. Зачастую причиной сезонного сплина становится обыкновенная бытовая рутина. Психологи рекомендуют пробовать каждый день что-то новое, надевать не черное, цветное, добираться домой не на автобусе, а пешком, ужинать не дома, а, допустим, в кафе. Гастрономическая терапия – это не только повод пробовать необычные вкусы, но и способ отвлечься, возможность вытащить себя из дома и окружить близкими людьми. С точки зрения все той же психологии депрессия, болезнь, одиночество зачастую лечится эмпатией и общением. Другое противоядие от хандры – это спорт. Центральная нервная система напрямую связана с нашей физической активностью. Занятия в тренажерном зале помогают справиться с тревожным расстройством, депрессией и другими психологическими проблемами. При тренировке на вас тренер одевает специализированный костюм, где каждой крупной группе мышц прилегает достаточно большой электрод, который заставляет мышцы сокращаться дополнительно во время тренировки. То есть вы не лежите пассивно, это не какой-то массажный тренировки для ленивых, а именно очень активная тренировка, при которой работает не одна группа мышц, а все крупные мышцы всего вашего тела в раз. Возьмите на заметку и водные процедуры. Тренировки в бассейне не только укрепляют опорно-двигательный аппарат, но и расслабляют, позволяют пустить внутреннее напряжение. Для тех, кто не умеет плавать, есть альтернатива в виде городского аквапарка с джакузи, горками и аттракционами. Вода проходит у нас многоступенчатую систему обработки электрохимическим соединением на основе аналит. То есть нахождение в самой воде безопасно как для взрослых, так и для самых юных посетителей. Ну и традиционный способ изгнания любой серьезной хвори, проверенной народами и веками, это баня. Тепловая терапия усиливает иммунитет, улучшает состояние кожи и стимулирует выработку гормонов счастья эндорфинов. А вот степень эйфории от парения, уверяются специалисты, напрямую зависит от выбора веника. Если дубовыми, березовыми, осиновыми мы парим, касаемся тела, то если мы берем можжевельник, пихту, ель, то мы это подкладываем под голову для того, чтобы фитонциды, которые выделяются при нагреве, они у нас являются как бы лечебными. В топ советов от психологов при лечении сезонной депрессии входит посещение салонов красоты, спа-центров, шоппинг, канистерапия, забота о домашних питомцах, а еще путешествия, желательно в теплые страны с обилием солнца и витамина D. Но если вы баловали себя и состояние не улучшилось, а утомление и сонливость не прошли, есть смысл обратиться к врачам. Возможно, вам не хватает каких-то микроэлементов или у вас обострилось какое-то заболевание. Неврозы депрессии могут быть не причиной, а следствием того или иного заболевания. Грустное настроение может вызвать даже грипп. А еще гормональные нарушения, проблемы с щитовидкой, начало сахарного диабета, атеросклероз и даже новообразование. Не стоит пренебрегать ежегодным обследованием всего организма. Но депрессия в осенне-зимний сезон часто связана не с чем-то очень серьезным, а с нехваткой группы витаминов. К жизненно важным вещам относятся, если мы говорим про витамины, я уже сказала, что это витамины группы В и витамин Д. Если мы говорим про микроэлементы, это магний, йод, кальций, железо. Особенно для девушек это актуально, дефицит железа. Перед приемом витаминов лучше сделать анализы и узнать, какие именно в дефиците. Поливитамины, считают многие фармацевты, лучше не покупать, а заменить их на отдельные, потому что так будет соблюдаться нужная дозировка. Но вернемся к депрессии как таковой. Если приступы меланхолии безысходности возвращаются раз за разом и выходят из-под контроля, стоит выбрать соответствующего специалиста. Первое, что можно сказать, конечно, обращаться надо к психиатрам. Потому что психиатры – это люди, которые имеют медицинское образование. Любая психотерапевтическая интервенция начинается с установления союза психотерапевт и пациент. Если этот союз не установился, толку от психотерапии уже не будет. Подходящий вам психиатр или медицинский психолог в легких случаях назначит тренинговую терапию и беседы. Однако есть расстройства, которые корректируются только с помощью медикаментов. Стабилизаторы настроения, ноотропы, антидепрессанты часто звучат для человека устрашающе. Существование медикаментозного лечения, депрессии и других психических расстройств обрастает мифами. Это и то, что все антидепрессанты пустышки, и то, что они наносят вред и вызывают зависимость. Психиатры утверждают, что это далеко не так. Современные препараты безвредны и действуют только на пользу. Если человек страдает сахарным диабетом, предположим, то он принимает гипогликемические препараты всю жизнь, он этого не боится. Если у него гипертоническая болезнь, он должен принимать гипотензивные препараты всю жизнь. Почему-то предубеждение существует по поводу центральной нервной системы, которая, в принципе, отвечает за все системы и органы. Боя с антидепрессантов не нужны. Наряду с мифом о вреде антидепрессантов в российском менталитете существует предубеждение, что к психиатру ходят только абсолютные психи. И признать, что у тебя расстройство, с которым трудно справляться, это стыдно. Но это, говорят психиатры, чревато в будущем рядом физических, а не только психических проблем. В зарубежной практике личный психиатр или психотерапевт абсолютно нормальное явление, а к любым психическим расстройствам относятся с толерантностью. Я наблюдаюсь у психиатра больше двух лет. Изначально обратилась с той самой осенней хандрой. Оказалась проблема глубже. Недавно мне назначили терапию, которая значительно улучшает качество моей жизни. И я не понимаю, почему должна этого стыдиться или скрывать. Поэтому я, как и российские психиатры, надеюсь, что когда-нибудь в России появится культура психического здоровья, и в стране станет больше счастливых, самое главное, равновешенных и стабильных людей. Полина Жданова, Валентина Аскерова, Александр Антропов. Специально для телеканала Толк. My Body Tech – это фитнес будущего с использованием ЕМС и ВМС-оборудования. После интенсивной тренировки по фитнесу или растяжке в My Body Tech делают лимфодренажный массаж. Главная цель студии – оздоровление организма. Мы здесь не лечим, а как раз делаем все для того, чтобы вам не пришлось лечиться, а чтобы вы были максимально здоровыми и чувствовали себя хорошо. Для тех, кто хочет похудеть, в My Body Tech есть консультации нутрицитолога. Заниматься с использованием оборудования можно практически всем. Противопоказания такие же, как и у обычных занятий спортом. Из специфических – опухолевые заболевания и кардиостимулятор. В торговом центре Европы в Барнаульском аквапарке борются с осенней зимней хандрой весело и безопасно. Аттракционы, водные горки, бассейны, джакузи, водопады – занятие найдется и взрослым, и детям. Вокруг бассейнов установлено 10 спасательных вышек. А если кому-то станет нехорошо, помощь окажет дежурный медик. Помимо обилия развлечений, аквапарк радует посетителей акциями и скидками. Скидки предоставляются у нас многодетным семьям, именинникам, по студенческим, по пенсионным, по инвалидности. Также имеются различные акции на посещение стоимостью 350 рублей. Для тех, кто любит отдых с роскошью и удовольствием, в аквапарке есть спа-зона и сауны. Но если вам по душе более камерный, интимный отдых, или вы хотите провести день красоты в компании подруг, для вас открыты двери в спа-центр клиники эстетической медицины «Антуриум». В память у нашего wellness-центра соляная и финская сауна, русская парная, турецкий хамам, ледяной фонтан, бассейн с гидромассажем. Большим преимуществом является возможность омолаживающего ухода за телом посредством соляного и сахарного скрабирования, пенного массажа и скрабирования рукавичкой. Если массаж и обертывание отдела преимущественно женское, то в настоящей русской бане спа-центра любят попариться и мужчины. Отдых в «Антуриуме», совмещение оздоровления и приятного времяпрепровождения.